Приветствую вас на своем канале. Сегодня речь пойдет об одной из плат семейства Ардуино. Именно Ардуино Леонардо. Она менее популярна, чем Уно, но тем не менее на ее борту находятся несколько интересных модулей, которые заслуживают внимания. Схема эксперимента достаточно проста. Потенциометр подключен к аналоговому входу А0. Фильтр ФНЧ из резистора и конденсатора подключен к цифровому выходу 13. Пробежимся немного по описанию микроконтроллера. Нас интересует микроконтроллер от Мега 32U4. Видим, что общие параметры схожи с микроконтроллером от Мега 328. Но есть некоторые отличия. Например, полноскоростная USB. Система фазовой автопостройки частоты до 96 МГц. И 10-разрядный высокоскоростной таймер. Микросхема выпускается в миниатюрных SMD корпусах на 44 ножки. Блок схемы показывает взаимодействие ядра микроконтроллера, памяти и периферийных устройств. Имеет гарвардскую архитектуру и у неподготовленного зрителя может вызвать легкий приступ паники. Рассмотрим схему тактирования модулю USB высокоскоростного таймера. Кварцового резонатора сигнал через мультиплексор поступает на пределитель FAPCH. Далее через мультиплексор на модуль FAPCH. И через постделитель на интересующий нас модули. Таймер счетчик 4 имеет точность 10 бит, 3 независимость регистра сравнения. И возможность генерировать ШИМ с фазовой и частотной коррекцией. Три независимых прямых и инверсных выхода, также генераторы мертвого времени, как бы намекают нам на использование этого таймера счетчика для управления трехфазными двигателями. Выбрав режим ШИМ с частотной и фазовой коррекцией, наш таймер счетчик будет считать до значения ТОП регистра сравнения, а потом от него до нуля. При этом частота ШИМ сигнала будет определяться, исходя из частоты поступившего на таймер 4 сигнала, деленная на два значения ТОП в регистре сравнения. Для нашей задачи выберем предделитель для таймера 4 равный 4. Пойдемся немного по ходу программы. Нам потребуется библиотека для работы с памятью программ, библиотека прерываний и библиотека входов-выходов. Сформируем 256 9-разрядных значений одного периода синуса. Ссылка на генератор значений в описании. Создадим три переменных. Это фазовый аккумулятор, настраивающее слово и значение ШИМ. Пятый и тринадцатый пины микроконтроллера настроим как цифровые выходы. Произведем инициализацию таймера счетчика 4 с записью значений в соответствующие регистры. Переменная TuningWord будет принимать значения аналогового входа 0. Фазовый аккумулятор будет накапливать значения, пришедшие с АЦП для формирования адреса ячейки, в памяти, к которой мы будем обращаться. Значение прочитанной ячейки будет передаваться в регистр сравнения ШИМ. Регистр сравнения имеет буферизацию. Сначала записываются два старших бита, потом восемь младших. Частота ШИМ сигнала будет определяться как 64 МГц, деленная на предделитель 4 и деленная на 1024. И будет равна 15625 Гц. Прошьем программу в микроконтроллер и посмотрим, что получилось на осциллографе. Как мы видим, формируется синусоида, значение частоты которой определяется поступившим на АЦП сигналом. Частота ШИМ сигнала при этом составляет 15625 Гц, как и было посчитано. Чтобы увидеть значение переменных во время работы микроконтроллера, вставим в код мою заготовку, которая посылает по последовательному порту 2 байта, значение PWMsoft и Face аккумулятор. Зашьем программу в микроконтроллер и посмотрим, что получилось при приеме данных от последовательного порта. Выберем нашу плату, она сейчас расположена на COM24, и откроем порт. Как мы видим, в последовательный порт начали сыпаться данные значений переменных. Если замедлить картинку, мы увидим, что фазовый аккумулятор растет пилообразно, а значение ШИМ по синусоиде. Фазовый аккумулятор определяет адресацию в таблице. Далее считанные данные с таблицы синусов записываются в регистр сравнения с ШИМ. Таким образом формируется синусоида, которую мы видим на астоллографе. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать новые интересные приемы программирования микроконтроллера. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok